Продолжаем обзор зимовника. Сегодня я скажу свои выводы по зимовнику в нашей местности. Данное помещение я строил для откачки меда. Оно построено из шлакоблока, в пол шлакоблока. Крыша утеплена и мы осенью занесли туда пчел. Зимуем уже третий месяц. Давайте будем смотреть дальше. Если видно, пчела в зимовнике устремляются туда, где есть свет. Если будете делать зимовник, вот смотрите, вот у нас вентканал. Видите, вон вентканале сколько пчелки. То есть зимовник должен быть абсолютно темный. И здесь так само смотрим, вот там у нас ворота, через которые мы заносили. Основная масса пчелы летит на свет. То есть есть малейший свет, малейший лучик, и пчела идет туда. Вот если вот здесь вот глянем, например, где света у нас нет, а если видно, где света у нас нет, то пчел очень мало. То есть когда делаете зимовник, надо закрывать так, чтобы свет не поступал, тогда у пчелы будет выходить меньше. Ну и стараться понижать температуру, когда на улице очень тепло. Потому что как ни крути, но когда температура поднимается выше 10 градусов, пчела потихонечку уходит. Дальше продолжим обзор зимовника. По периметру зимовника в нижней части у нас сделаны вот такие вот вентканалы. Поставлена сеточка, чтобы не пролазили мыши. Значит, недостаток таких вентканалов. Я считаю, что они должны быть регулируемы. Для того, чтобы мы могли регулировать приток воздуха. И они должны быть прикрыты, чтобы не было попадания прямых солнечных лучей. Иначе в эту решетку будут вылетать пчелы изнутри зимовника. Поехали дальше. Значит, двери у нас утеплены пенополистиролом. Крыша также сама у нас подшита и утеплена стекловатой. Сам зимовник, я уже говорил, построен в полушлакоблока. Значит, если кто-то будет делать себе специально для зимовника, я бы советовал утеплять пенопластом. Чтобы был принцип термоса. И делать регулируемую вентиляцию. Вот здесь вот у нас инфракрасная лампа и есть две вытяжки для приточно-вытяжной вентиляции. На данный момент у нас сейчас на улице температура плюс 3 градуса. Давайте посмотрим, какая у нас температура в середине зимовника. А в середине зимовника у нас 2,7, ну практически 3 градуса тепла. То есть температура не отличается. То есть я для себя сделал такие выводы, что в нашей местности зимовник не нужен. Я с ним лично только увидел, только одни проблемы. То есть вот если видно по данной семейке, здесь у нас завелась мышка. Снизу тоже в семейке, вот если мы хорошо посмотрим, тоже завелась мышка. И для того, чтобы ее убрать с этого уля, нам придется полностью убирать верхние ряды. Если бы это было на улице, мы бы просто сняли дно и выгнали мышу. Вот, совет для тех, еще такой, кто будет строить. Я вижу смысл зимовника, если это более северный регион, полуподземный, полуподземный амшанник. Тогда земля будет вам давать постоянно плюсовую температуру. Получится дешевле, вам не придется так его утеплять. Будет борьба только с влажностью. Ну вот такое вот видео. Для себя я сделал вывод, в нашей местности зимовник не нужен. Всем спасибо за просмотр, пока-пока.